Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения участника студенческой группы сопротивления нацизму Белая Роза, Вайсе Розы, Александра Шмареля. Александр родился в Оренбурге в 1917 году в семье русского немца доктора Гуго Шмареля. Его мать Наталья Петровна Веденская была русской, дочерью православного священника. Сына крестили по православному обряду. Когда мальчику исполнилось два года, мать умерла, и воспитание Саши было поручено няне, простой русской крестьянке. Спустя время отец женился вторично, уже на немке. Во время гражданской войны семья вернулась в Германию, няню взяли с собой, поселились в Мюнхене. Александр одинаково хорошо говорил по-русски и по-немецки, был глубоко верующим человеком, активным прихожанином мюнхенского православного прихода. Впоследствии вера помогла ему достойно встретить безвременную кончину. Жизнь Александра Шмареля и его уход из этого мира стали яркой демонстрацией того, какую беспримерную силу духа и стойкость могут дать человеку любовь к родине и глубокая безграничная вера. Белая роза, костяк которой составляли студенты Мюнхенского университета, начала действовать в первой половине 1942-го. Участники группы не поднимали оружие, не добывали военные секреты, не стучали морзянкой разведданные в Лондон или Москву. Они понимали, что национал-социалистическая власть должна быть сломлена военным путем, но не хотели убивать, а были готовы принести себя в жертву. Они лишь распространяли листовки и писали на стенах воззвания к свободе. И спасали честь немецкой нации, за что и были казнены в 1943-м. Русский Берлин. История в следах. Объединявшая членов группы неприятия гитлеровского режима органично сочеталась с уважением к России. Этим белая роза была обязана Александру Шмарелю. Он глубоко переживал нападение Германии на Советский Союз. Александр был убежденным противником большевизма, но сознание того, что на его родину пришла страшная беда, причиняло ему сильнейшую душевную боль. В июле 1942-го санитарную роту, которой как студенты-медики были приписаны Александру и его друзья, неожиданно отправляют на Восточный фронт. В боях они не участвуют, но много общаются с местным населением. С некоторыми русскими у них завязываются дружеские отношения. Большую часть времени они провели в Гжатске. После ареста на допросах к гестапо Александр говорил, если бы мне пришлось как солдату с оружием в руках бороться против большевиков, то перед исполнением этого приказа мне пришлось бы довести до сведения моих начальников, что я не смогу сделать этого. В качестве фельдфебеля санитарной службы мне не пришлось делать таких заявлений. В соответствии с моим мироощущением, я больше русский, чем немец. Поначалу участники «Белой розы» распространяли листовки с помощью, как они это называли, «тайной почты». Адреса брали из телефонного справочника. Потом стали раскладывать листовки в университете, по почтовым ящикам, во дворах, в телефонных будках и магазинах. Листовки «Белой розы» появлялись не только в Мюнхене, но и в Регенсбурге, Штутгарте, Зальцбурге и даже в Вене. Роковая ошибка одного из подпольщиков привела к провалу групп. Суд состоялся 19 апреля 1943 года. В приговоре было перечислено 14 человек. Александра Шмареля и двоих его соратников приговорили к смерти. Родители обращались с просьбой о помиловании сына к самому фюреру. Брат мачехи Александра, обладатель золотого партийного значка НСДАП Рудольф Гофман, писал Гиммлеру, но чуда не произошло. После приговора Александру было разрешено написать несколько писем родным. В одном из них он писал «Дорогой папа, дорогая мама, если мне придется умереть, знайте, я не боюсь смерти. Господь направляет ход вещей на свое усмотрение, но на наше благо, поэтому мы должны довериться ему». Александр был казнен на гильотине 13 июля в мюнхенской тюрьме Штадельхайм. Похоронили его по православному обряду на кладбище Амперлахофорст. Последнюю весточку от сына родителям передал священник, который исповедовал Александра перед казнью. Письмо было адресовано русской девушке Нелле, с которой он познакомился в Гжатске. «Мы работали против немецкого правительства, нас поймали и приговорили к смерти. Пишу из тюрьмы. Часто я вспоминаю Гжатск. И почему я тогда не остался в России? Но на все воля Божья. Прощай, милая Нелле, и помолись за меня. Твой Саша. Все за Россию». Письмо не нашло адресата. Гжатск к тому времени уже заняли советские войска. Во многих городах Германии имена Белой Розы и ее участников носят улицы, площади, школы или парки. В Мюнхенском университете есть музей Белой Розы. В Германии и России о них сняты фильмы и написана одноименная опера. Оренбургский историк Игорь Храмов написал о Шмареле две книги. Горсть Оренбургской земли по православному обряду возложена на могилу Александра. И церковь воздала должное подвигу. Пять лет назад Александр Шмарель был канонизирован по православному обряду как новомученик святой Александр Мюнхенский. Так в биографию русского немца Александра Шмареля была вписана новая, небесная страница. Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям.